МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала СВОЁТВ продолжает программа ОКО Государева, правовой проект региона. О том, как защитить свои права и как бороться с нарушителями, рассказываем все, как есть на самом деле. Меня зовут Герман Кудьяров. Здравствуйте. Ежегодно в результате преступлений причиняется вред, который исчисляется десятками миллиардов рублей. И возмещение ущерба – одна из задач органов прокуратуры. Как организована работа по выявлению и возмещению ущерба, и как он рассчитывается? Об этом мы не только поговорим сегодня в программе, но сначала о последних новостях прокуратуры края. Самурайский ответ. В июле этого года возле реки Подкумок предгорного округа между двумя мужчинами произошел конфликт. Один из них оскорбил чужую жену, чем спровоцировал оппонента. В ходе ссоры 36-летний житель Исентуков несколько раз ударил обидчика длинным японским мечом – катаной. Потерпевший скончался по пути в больницу. Уголовное дело направлено прокурором в суд. Алкабанда. С ноября по декабрь 2017 года житель Северной Осетии в составе группы из 13 человек изготовил цех внутри дома в Красногвардейском округе. Товарищи незаконно производили и хранили немаркированную алкогольную продукцию. Злоумышленники закупили, хранили и перевозили этиловый спирт в крупном размере и без соответствующей лицензии. Общая стоимость – более 700 тысяч рублей. Деятельность вовремя пресекли. Вскоре уголовное дело будет направлено в Красногвардейский районный суд. Организатор и еще 10 соучастников осуждены ранее. Один фигурант уголовного дела находится в розыске. Ненадежный застройщик. В 2018 году в Новопавловске Кировского городского округа в эксплуатацию ввели два многоквартирных дома для детей-сирот. Однако спустя некоторое время хозяева стали жаловаться на плохие условия. На стенах появились плесень и трещины, прорывались трубы водоснабжения, а также были проблемы с системой отопления. В июле 2019 правоохранительные органы собрали данные о том, что застройщик похитил более 37 миллионов рублей, но никаких мер к уголовному преследованию не было принято. По указанию прокуратуры края, прокуратура Кировского района внесла требования в орган предварительного следствия. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Ход и результаты расследования уголовного дела контролируются прокуратурой Ставропольского края. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Напоминаю, что вы можете задать свой вопрос прокурорам Ставропольского края. Вы спрашиваете, а они отвечают в нашей рубрике. Здравствуйте, меня зовут Полина Пушкарная, и мы продолжаем отвечать на вопросы наших телезрителей. Есть ли доходы, которые защищены законом от списания по долгам, граждан службой судебных приставов? Полный перечень доходов, на которые не могут быть обращены взыскания по долгам в ходе исполнительного производства, содержится в статье 101 Федерального закона от 2 октября 2007 года за номером 229 об исполнительном производстве. Это денежные суммы, выплачиваемые в возмещении вреда, причиненного здоровью в связи со смертью кормильца, ежемесячные денежные выплаты и ежегодные денежные выплаты, начисляемые в соответствии с законодательством РФ отдельным категориям граждан. Такие, как компенсация проезда, приобретение лекарств и другое. Алименты, денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с регистрацией брака, а также пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемые за счет средств федерального бюджета и средства материнского капитала. Присылайте вопросы, и мы продолжим на них отвечать. Мы возвращаемся в студию. Сегодня в программе ОКО Государева говорим о возмещении ущерба. У нас в студии заместитель прокурора Октябрьского района города Ставрополя Светлана Козырева. Светлана Павловна, здравствуйте. Здравствуйте. Светлана Козырева, заместитель прокурора Октябрьского района города Ставрополя. Окончила Ставропольский институт имени Чурсина. С 2004 по 2020 год работала помощником и старшим помощником Буденновского межрайонного прокурора, прокурора Октябрьского района города Ставрополя, старшим помощником и заместителем прокурора города Ставрополя, а также начальником отдела аппарата прокуратуры Ставропольского края и помощником прокурора Шпаковского района. Нынешнюю должность занимает с 2020 года. Поощрялась генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором Ставропольского края. Светлана Павловна, расскажите нам о возмещении ущерба. Произошло какое-то преступление, его совершили. Кто высчитывает сумму ущерба? Вот, наверное, так, да, можно сказать? Можно и так сказать. Чтобы рассчитать сумму ущерба, для этого используются как специальные познания экспертов. То есть на стадии расследователь, следователем, дознавателем привлекаются экспертные организации для расчета суммы ущерба, ну, в зависимости от категории преступлений экономические, там, должностные, коррупционные и так далее. На ряду с этим следователям также могут истребоваться документы у собственника имущества, которое состоит на балансе у него и, соответственно, имеет свою стоимость. Исходя из представленных документов, из суммы, которую рассчитывает эксперт с применением методик, допустим, если это экологические преступления, то там рассчитывается и причинение ущерба земельным ресурсам, окружающей среде, лесному массиву, там, ну и так далее, водным биологическим ресурсам. И, соответственно, эта сумма ущерба ложится уже в обвинение для лица, чьими виновными действиями все-таки этот ущерб причиняется. А прокуроры, получается, потом вот сверяют и смотрят, законно ли, незаконно, может быть, где-то завысили сумму, правильно я понимаю? Ну, прокурор при надзоре за расследованием этого уголовного дела также дает оценку законности заключения, порядку его проведения. И, соответственно, уже дальше эта сумма подлежит возмещению. Обжаловать экспертное заключение можно только в судебном порядке. Если, допустим, виновное лицо причинения ущерба не согласится с его размером, то он вправе его обжаловать в судебном порядке и, соответственно, доказать, что сумма ущерба, ну, обычно доказывает, что она ниже заявленной. А расскажите, вот как организована работа по выявлению и возмещению ущерба? Ну, здесь, наверное, координирующую роль играет все-таки прокурор. Он консолидирует деятельность всех органов правоохранительных, контролирующих органов прокуратуры. При регистрации сообщения о преступлении, по которому возможно причинение ущерба, следователи здесь уже в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством принимает все меры к установлению размера ущерба, который причиняется, соответственно, к отысканию имущества, добытого преступным путем, либо имущества у лица, привлекаемого к уголовной ответственности за совершение преступления. И, соответственно, уже эта сумма ущерба в дальнейшем используется прокурором для предъявления иска. Если на стадии обвинительного заключения прокурор видит, что в ходе расследования уполномоченное лицо не предъявило иск для возмещения суммы ущерба, то прокурор активно использует свои права для обращения к суду с требованием о возмещении ущерба лицу, которое причинило. Зачастую это государство, либо те категории лиц, которые самостоятельно не могут обратиться в суд в силу своего возраста, состояния здоровья и так далее. Вы уже сказали, что сумма ущерба зависит от преступления. Но все-таки, может быть, есть какие-то примеры суммы ущербов? Ну, к примеру, в Октябрьском районе зачастую, как видите, в средствах массовой информации освещаются такие виды преступлений, как вандализм. Шел человек по улице, ну, остановка стоит, разбил стекло и так далее. Соответственно, это не просто остановка, которая стоит на улице. Эта остановка состоит из металла, стекла, там, пластика. И все это состоит на балансе администрации Октябрьского района, города Ставрополь. Соответственно, когда совершается преступление, оно документируется, проводится дознание. И, соответственно, уже здесь путем получения соответствующих документов о стоимости имущества, которому причинен ущерб, то есть оно повреждено, уже это закладывается в обвинение лицу, которое, ну, причинило, скажем так, совершило это преступное действие. Это статья, это 214 уголовного кодекса «Вандализм». Соответственно, прокурор тоже в этом случае обращается в суд за возмещением ущерба на интересах муниципального образования города Ставрополь. Поскольку, ну, суммы там, хотя и небольшие, там бывает 3, 4, 10 тысяч. Но вместе с тем, да, это суммы, которые тратятся из бюджета. И, соответственно, они подлежат возмещению в бюджет. А вот вы сказали уже, что прокурор обращается в суд. На какой стадии он может это сделать? Ну, здесь прокурор может обратиться на любой стадии. Как в рамках расследования уголовного дела, так на стадии обвинительного заключения, так и в ходе судебного следствия по уголовному делу в суде. Но вместе с тем, когда уже состоялся приговор, соответственно, и никто не обратился с иском в суд. Ну, бывают такие случаи. Прокурор обращается в порядке гражданского судопроизводства, где в основу доказательств ложится уже состоявшийся приговор по делу. И, соответственно, уже никаких вопросов у суда не возникает при рассмотрении иска прокурора. Во время вашей работы, скажите, приходилось ли уже обращаться в суды и каков итог? Да, приходилось. В 22-м году рассмотрены и предъявлены в прошлом году, и в этом году иски, как я уже сказала, по делам о вандализме. Ну, это самое распространенное, да, наверное? Ну, у нас самое распространенное, да, вид исков. Мы обращались как в порядке гражданского судопроизводства по тем делам. Да, и я прошу прощения, стоит еще отметить, что это на территории Октябрьского района города Ставрополь. Да, на территории Октябрьского района города Ставрополь распространенные, скажем так. Ну, я думаю, в городе и в крае тоже наверняка самое распространенное, но мы вот пока, так скажем, вашу территорию разбираем, где вам приходится работать. В 2022-м году судами рассмотрены 6 исков прокурора о возмещении ущерба, причиненного муниципальному образованию город Ставрополь. Два иска мы подали в порядке гражданского судопроизводства, и 4 иска мы подали в порядке уголовно-процессуального законодательства на стадии утверждения обвинительного заключения. И как суд? Суд удовлетворил иски и взыскал в бюджет, соответственно, суммы порядка 30 тысяч рублей. Светлана Павловна, спасибо вам большое, что пришли. На этом вопросов нет. Всего доброго. До свидания. На этом наш эфир подходит к концу. Вы смотрели программу ОКО Государева, совместный проект телеканала Своё ТВ и прокуратуры Ставропольского края. Меня зовут Герман Кудьяров. Увидимся через неделю. Смотрите нас каждый четверг в 19.15. Субтитры подогнал «Симон»!